Привет, зритель! При нейтральном свете кольцевой лампы я хочу тебе показать одну штуку. Йогуртница электрическая DL-8401 Гельта. 1259 рублей вроде стоила. На Озон. Вообще пришла вчера, но в силу Озоновских обстоятельств я смогла забрать её только сегодня. На Озон я её включила, посмотрела, проверила, она работает. Нахрена мне йогуртница скажет, что ведь ты, Лёля, делала йогурт в медленноварке с заквасками бакздрав и без заквасок бакздрав тоже. Но тут вот получается так, что я часто изготовлю в медленноварке. А у меня случится период изготовления йогуртов. И как бы удобнее всё-таки... Чё ж такое грязное на очках-то? Удобнее всё-таки в чём-то отдельном, если медленноварка постоянно занята, или вот сейчас она у меня отмокает после каши. Я давно вообще смотрю на... Не именно на эту, а вообще на йогуртницу. Я смотрела раньше вот те, которые с маленькими баночками. Я долго-долго думала, чуть было не заказала какую-то штуку с маленькими баночками. Там чуть ли не 9 баночек по 100 мл, в которые можно налить только 80 мл, чтобы не переполнять эту баночку. Потом Китфордовскую смотрела, но я поняла, что там надо водичку вливать. Это та же медленноварка, короче, у Китфорда с йогурницами, видимо, проблемы, как их сделать. Потом смотрела ещё какой-то фирмы, но там дизайн был красивый, а по большей части бесполезный. Я не помню фирму, и первая вообще, на которую я уперлась своим взглядом, это была вот эта вот. Я думала, да, блин, она какая-то суперпростая, а потом я думала, где-то максимум за 1300 заказать себе йогурницу. И в итоге там была ещё похожая зелёненькая, это у нас розовенькая, ну, розовенькая, но зелёненькая, но она была немножко по-другому, чуть-чуть другой формы, она на литр. Там чуть, ну, не один к одному вот заливаешься, чуть меньше, чем литр надо заливать. А эта была на полтора литра, и я в узлах посчитала ещё где-то, ещё где-то, что максимально там 1200 мл можно залить в эту полтора литра. И я решила, что вот мне она всё-таки лучше. И чё я тут коробочку показываю, сама говорю, ничего не показываю. А самой ничего не показываю. Ой, надо было, наверное, это вот так при тебе вскрыть. Вот, смотри. А ну да, пришло, вот без слюды, а то у нас на базе в солнечном озон почему-то, если в слюде теперь, может, это на всех базах в озон теперь, если в слюде пришло, то в слюду вскрывать нельзя. Если вскрыл слюду, а тебе внутри пришла какая-то кот-мешке, то ты этот кот-мешке можешь вернуть только теперь через оформление возврата через личный кабинет. А никак вот пришло не то, и ты можешь отказаться. Когда я помню, заказала себе орехи, а мне пришло что-то иное. Я прямо вот отказалась, и деньги шли через трое суток. А если возврат оформляю в личном кабинете, то деньги в этот же день приходят. Чём прикол. Так. Там есть инструкция по применению, я её ещё не читала. Я думала почитать, а потом думаю, ой, я же могу краткий обзор запилить. Болтливый такой. А потом уже почитать инструкцию по применению и показать тебе уже в действии она, как будет. В общем, комплектация. Гарантийка. Руководство по эксплуатации йогуртница электрическая. И само оно вот. В общем, провод. О, смотри, она на одной руке держится. Ну, обычный такой провод. Меньше, я думаю, метра. Она такая, как маленькая кастрюлечка. Я ещё, знаешь, купила её? Думаю, ну, как бы я... Летом обычно берут с собой в деревню. Ну, у меня было сухое молоко, но из него обычно кашу делала. Если нет блендера типа стакан, ну, стационарного, то венчиком, ложечкой сухого молока делать мокрое, ну, не очень удобно. Я подумала, что у меня там всё равно будет какое-нибудь пастеризованное молоко. Я возьму с собой закваски, бакс, да-да, опять забегаю вперёд. Завтра у меня, я надеюсь, почта будет работать нормально. Я заберу посылочку, будет распаковочка, то ещё пятая, десятая. Если ты захочешь себе тоже бакс, да, в каких заквасок заказать, но цена для тебя, кажется, кусается, то ты можешь получить их на 10% дешевле. Для этого тебе надо зайти в инфобокс под этим видео или в информашку о канале. В инфобокс под этим видео увидеть ссылочку, ткнуться по ней и после этого оформлять заказ, и тебе он будет на 10% дешевле. Или вывести промокод в корзину на сайте Баксздрав, промокод мой никайвафоревер, и вот тебе 10% скидочка на заквасочки. Ну и на другую продукцию тоже. Короче, я думаю её взять потом в деревню, она такая вот маленькая, ещё меньше, чем я думала. Можно с собой в первый уезд какой-нибудь на несколько дней взять её сразу. Засуну её в рюкзачок, приеду. Куплю в прилуг молочка, постерилизованного. По инструкции сделаю вместе с заквасками. И с вечера, допустим, сделаю, утром встану, и у меня будут готовы йогурт. Ну, на пару часов его в холодильник умерла, но у меня будут готовы йогурт. Можно в течение дня днём сделать, потом поставить в холодильник, и к вечеру у меня будут готовы йогурт на заквасочках. Благодаря вот этой вот малюсенькой, миленькой дельта готовим греческий йогурт. Так вот, крышечка. Крышечка. Хорошая такая, обычная крышечка. Прозрачная, благодаря прозрачной крышечке можно будет видеть процесс приготовления. Ещё крышечка. Это уже внутренняя. Это ситечка. Я так понимаю, можно сделать пуражок, а можно сделать греческий йогурт, который я никогда не делала ещё сама. И не очень представляю, зачем тут эта ситечка. Ну, как я почитала в отзывах на разные приспособления подобного типа, ситечка нужно, чтобы процедить будущий греческий йогурт. Вот эта крышечка, видимо. Может, сюда она идёт. А может, не сюда. Такс. Так вот, ситечка. Тут две, как бы, два контейнера. И можно использовать, если вот делаешь греческий йогурт, а можно, если делаешь просто йогурт, и вот один йогурт в холодильнике стоит у тебя, а другой ты готовишь попутно, чтобы пока один съедается, другой готовится. Вот. Под ситечка у нас есть контейнер. Как раз вот, чтобы процедился этот, значит, греческий йогурт на свет. Я вижу, что вот контейнер где-то вот досюда застаёт. И дальше вот как раз место под сыворотку. И ещё контейнер под йогурт. Перепод кефирчик. И сейчас я вот сюда пока поставлю это. Саму штучку покажу. Я так где-то читала, что в них можно ещё и как бы тесто поднимать. Потом как-нибудь попробую. Именно в ней или в какой-то другой. Но суть такая, что тут рабочая температура 42 градуса. Это как Цельсия. Это как раз оптимальная плюс-минус, ну, оптимальная, можно сказать, температура для приготовления кисломолочных продуктов. О, там такие три штучки. Тут четыре такие ножки. Ёогуртница электрическая 220-240В. 50 Гц, 20 Вт. ЛД 8401 Дельта. ТН 10-0205, 6 и т.д. и т.п. Соберём сейчас обратно её. Короче, не то, чтобы она с розовым. И мне нравится розовый, да? Мне и зелёный нравится. Но разница у неё в цене была... Она была чуть дешевле, чем та, которая на литр с зелёненьким ободочком понизу. И она при этом на полтора литра была. И сам это плюс, из-за чего в основе я ещё и выбрала в итоге её. Не потому, что я её увидела, она мне захотелось. Я тогда думаю, но она как-то долго-долго думала. А потому, что у неё тут есть контейнер дополнительный. Ну и ещё это ситечка. При случае можно, допустим, тот же творожок сделать. Не обязательно греческий йогурт. Маленький такой красивенький приборчик. Зрители, если ты таким пользовался, дай знать в каменную ты. Если у тебя есть в другой фирме йогуртница, или, допустим, на несколько баночек, тоже дай знать в каменную ты. Буду приятно почитать. Интересно почитать. Короче, вот такой, наверное, не совсем беглый, болтливый обзор. В действии я её обозрю уже отдельно. Всем спасибо за просмотр. И пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Тааааааааааааааааа густта!